Здравствуйте, друзья! С вами Евгения Таро и сайт Магэкспертург. Пришло время снимать очередной выпуск «Гороскопа Таро». На сей раз мы будем делать прогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2014 года. И прежде чем мы с вами начнём, я хотела бы вас предупредить, дорогие друзья, этот «Гороскоп Таро» не является индивидуальным прогнозом. Он составляется для всех представителей того или иного знака зодиака и не учитывает ваших индивидуальных особенностей. Поэтому бывают случаи, когда для кого-то персонально этот «Гороскоп» не подходит и не сбывается. Это нормально. Вполне вероятно, что мы с вами просто не резонируем друг с другом. И вам нужно поискать того специалиста, у которого получается вам угодить в прогнозах. А я же приветствую тех людей, которым мои прогнозы подходят, и «Гороскопы Таро» для которых сбываются, коих очень большое множество, судя по вашим откликам, вашим письмам, вашим сообщениям ВКонтакте и комментариям. Для тех же людей, которые хотели бы заказать именно индивидуальный «Гороскоп Таро», я напоминаю, что это возможно. Достаточно просто оставить заявку на мой электронный ящик «Еджиния Си, собачка Мэйл Ру», написав свое имя, дату рождения и указав, что вы хотели бы заказать «Гороскоп Таро» на какой-то конкретный период времени. Но я вас должна сразу же предупредить, что «Гороскоп Таро» состоит всего лишь из трех карт, которые описывают три основные сферы жизни человека. Это личную жизнь, то есть отношения, это карьеру и деньги, и, разумеется, здоровье. По этому же электронному адресу вы можете оставлять заявки и на другие расклады, на другие консультации. Ниже под этим видео я оставлю ссылочку на страничку, где описана инструкция, как заказать консультацию, как она будет проводиться мною, какую необходимо предоставить информацию, как оплатить консультацию и так далее. Ну а теперь давайте приступим к «Гороскопу». Напомню, что «Гороскоп» мы будем делать на ноябрь 2014 года. Что ж, поехали! Первыми у нас, как всегда, идут овны. Давайте посмотрим, каким будет ноябрь месяц для овнов. В личной жизни овнов ожидает старший аркан влюбленные, карьера деньги, о, дама мечей, ну и здоровье обозначено картой шестерка пентаклей. Уже по привычке я всегда рекомендую особое внимание обращать на те позиции в раскладе, в которых выпали старшие арканы. А в данном случае это позиция первая, которая говорит нам об отношениях, о личной жизни, о романтических всех вот этих делах, да. И здесь выпала карта «Влюбленные». Овнам эта карта может предзнаменовать период влюбленности. Действительно, очень часто именно эта карта работает по её названию «Влюбленные». Да и картинка конкретно в этой колоде поддерживает эту идею. Если вы посмотрите внимательно, то здесь изображён орех в разрезе, в котором вместо ореха мужчина и женщина целуются. Действительно, очень красивая, очень такая романтическая карта. Она очень часто говорит о таком периоде влюблённости, когда всё романтично, красиво, и впереди ещё столько надежд, столько перспектив. Так классно, так здорово. И для тех овнов, которые уже состоят в отношениях, это, в принципе, хорошая карта, которая, ну, скажем так, будет продлевать вот этот романтический период или позволит как-то освежить свои отношения, внести в них какую-то новизну, романтику, какие-то сюрпризы и так далее. Ну, а для тех овнов, которые не состоят ещё в отношениях и только ищут свою вторую половинку, ну, тут как раз изображена вторая половинка, поэтому вперёд, овны, ищите, и вы найдёте в этом месяце то, что ищите, именно то, что вам по размерчику, как говорится. Однако у этой карты есть и обратная сторона, и частенечко влюблённые указывают на то, что у кого-то из партнёров появится любовник или любовница, и это тоже вполне вероятно, поэтому блюдите в оба и сделайте всё возможное, чтобы вы были единственным или единственной. Это сейчас будет очень актуально. Теперь давайте посмотрим, что же у нас у овнов в работе, в финансах, в карьере. Здесь, конечно же, такая стрёмная карта «Дама мечей» выпала. Ну, «Дама мечей» – женщина строгая, женщина строгих правил. И, как правило, по моим наблюдениям, эта карта обычно указывает на такую очень жёсткую, противную начальницу, которая просто житья не даёт, реально все соки из людей выпивает. Поэтому у овнов вполне вероятно в этом месяце будут обострены отношения с женщинами на работе, от которых зависит их карьерный рост, то есть начальницы всевозможные. И эти женщины, как мы видим, неблагосклонны к нашим овнам в этом месяце. С другой стороны, сами овны могут в этом месяце выступить в качестве «Дамы мечей», а это жёсткая женщина или жёсткая роль. Но, как вы видите, здесь всё-таки больше в интригу уходящая эта роль. Дело в том, что «Дама мечей», она ведёт войну, как правило, но это война из-под тяжка. Это война через шпионов, это война через каких-то, через какие-то имперские интриги и так далее, дворцовые вот эти все шашни. То есть, если вы знаете королеву Медичи, были с ней знакомы в прошлой жизни, то это как раз «Дама мечей» типично. Так вот, вы, в принципе, сами можете таким образом выстраивать карьеру, если вы овен, но вполне вероятно, что рано или поздно жизнь заставит вас за это каким-то образом ответить. «Дама мечей» это карта, которая может указывать и на увольнение, и на конфликт очень жёсткий, очень стрессовый, и на уход по собственному желанию, в силу того, что эта работа уже просто невыносима. Ну и в финансовом отношении эту карту вряд ли можно назвать благоприятной, поскольку она частенько указывает на некоторые лишения из-за неуступчивости характера и острый язык. То есть здесь я бы порекомендовала немножечко пытаться сглаживать острые углы, дабы просто самому себе нигде не навредить в этом месяце. Ну и, наконец, здоровье. «Шестёрка Пентаклий». Ну, «Шестёрка Пентаклий» сама по себе очень хорошая карта, очень радостная карта, очень щедрая карта, но в плане здоровья я за ней наблюдаю не очень хорошие вещи. Обычно она указывает на приём медикаментов, особенно таких, как таблетки. То есть это не жидкие лекарства, не сиропчики всевозможные, или там какие-нибудь бальзамчики, а именно таблетированное лекарство. Также будьте внимательны к своим почкам, так как «Шестёрка Пентаклий» иногда может указывать на камни, которые начинают двигаться, или песочек в почках, который начинает двигаться. Поэтому здесь будьте внимательны в этом плане, поддерживайте своё здоровье, и эта карта ещё может говорить о том, что в своё здоровье нужно инвестировать в этом месяце. Может быть, вот эти стрессы, которые так или иначе связаны с работой, напряжённый период, конфликтный, требуют того, чтобы вы себя поддержали. Поддержали с помощью витаминов, хорошего, качественного питания, каких-то, может быть, физических упражнений. Это будет неплохим подспорьем для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот такой, собственно говоря, у меня получился прогноз для овнов на ноябрь месяц. Всё очень замечательно, кроме работы. В работе у нас вот чёрное окошко немножко пробежалось. Но, тем не менее, прогноз довольно неплох. Давайте двигаться дальше и посмотрим, каким будет этот месяц, ноябрь 2014 года, для тельцов. В личной жизни тельцов ожидает солнце. В карьере, в работе тройка пентаклей. Ну и здоровье. Карта повешенной. Смотрите, вот здесь уже выпало у нас два старших аркана. И один выпал в позиции личной жизни, а второй в здоровье. Это значит, что для тельцов в ноябре более актуальными будут именно эти сферы жизни. Ну, начнём, наверное, с личной жизни, да? Поскольку, как показывает практика, именно личная жизнь беспокоит всех больше всего на свете. Здесь прекрасная карта солнца. Это карта успеха, счастья, благополучия. Всё замечательно, всё просто супер-пупер very well. Однако, старший аркан солнца для тех людей, которые уже состоят в отношениях, это действительно символ расцвета некоего и благополучия. Также эта карта может говорить и о возможности деторождения, то есть появления ребёнка. Но солнце это ещё и некий эгоцентризм. Скорее всего, в личной жизни тельцы будут сталкиваться с такой ситуацией, что либо они будут хотеть очень много внимания, тепла, восхищения, похвалы, либо им придётся этого очень много отдавать своему партнёру, что не есть плохо на самом деле. Хвалите друг друга, любите друг друга, восхищайтесь друг другом. Это здорово, это классно, это очень подпитывает ваш союз энергии. Если вы ещё только находитесь в поиске своей второй половины, солнце тоже прекрасный знак. Это хороший знак для перспективного знакомства. Особенно женщинам хорошо, тельцам, они могут найти очень яркого, харизматичного, солнечного мужчину, успешного, благополучного, состоятельного. В общем, просто класс. Но и мужчины, тельцы, тоже в этом месяце могут блеснуть в прямом смысле этого слова. Солнце блестит, сияет. Сияйте, привлекайте к себе внимание девушек, женщин, и вы найдёте именно ту, с которой у вас всё сложится. В общем, очень хороший знак. Действуйте. Вторая карта. Карьера, работа, деньги. Здесь тройка Пентагли. Тоже замечательная карта на самом деле, потому что эта карта непосредственно именно та карта в раскладах Таро, которая указывает на карьерный рост и рост финансовый в том числе. Может быть, незначительно, как говорят у нас в Украине, на Оддин Щабель, то есть на одну ступенечку поднимитесь, это не будет взлёт, но тем не менее это подъём, и в плане финансов это накопление. В этот период очень хорошо проходить какие-то экзамены, проверки, сдавать какие-то отчёты, подтверждать вашу квалификацию или же отправиться на курсы повышения собственной квалификации. Тоже очень хороший вариант для того, чтобы дальше подниматься по карьерной лестнице выше, выше и ещё раз выше. так что в этом плане тройка Пентаглий вас поддерживает абсолютно. Что же касается здоровья, то здесь выпал старший аркан повешенный. откровенно говоря, ничего хорошего про эту карту в плане здоровья сказать не могу, но всё может в общем-то пройти незаметно, если вы в этом месяце будете позволять себе отдыхать и лениться. не нужно вот этих фанатических жертв в личной жизни или на работе, не нужно убиваться и выжимать из себя последние соки. вот позволяйте себе немножко поваляться, понежиться в постельке, полениться, побездельничать. Ой, чуть ли не мат получился какой-то пездельничать. вы меня поняли, я думаю. Так вот, просто попытайтесь дать своему организму время и для отдыха. Иначе повешенный заставит вас чем-то жертвовать в плане своего здоровья. А я думаю, вам это не нужно. Поэтому воспользуйтесь моим советом и тогда всё будет хорошо. Единственное, конечно, могут наблюдаться такие моменты остыни, да, когда пониженное давление, какая-то усталость, ничего не хочется делать, апатия. Но оно и понятно, осень на дворе. Такие настроения вполне уместны в этот период года. Позволяйте себе немножечко действительно полентяйничать. Тогда всё будет так. Поехали дальше. Дальше у нас по списку близнецы. Ну, давайте посмотрим, каким будет этот ноябрь 2014 года для представителей знака зодиака близнецы. так, что близнецов ждёт в личной жизни в ноябре. Карта сила в работе, финансах, карта суд или возрождение. Ну, и здоровье, десятка кубков. Великолепный набор. На самом деле, очень и очень классные карты достались близнецам в этом месяце. В личной жизни старший аркан сила. В работе, в карьере, финансах старший аркан суд. Это значит, что именно эти две сферы жизни будут определяющими и самыми интересными для близнецов загаданный нами срок. карта сила в личной жизни. Довольно интересный знак. Обычно эта карта указывает на активную интимную жизнь. То есть на некоторое влечение к своему партнеру, на ласку, нежность, в общем, телесные удовольствия. Ну, в общем-то, не отказывайте себе в этом деле. Если у вас есть партнер, ну, скажем так, получайте друг от друга то, чего вы хотите. Ну, и давайте друг другу в полном объеме то, что вы хотите дать. Дело похвальное. Если вы только ищете себе партнера для жизни, для отношений, может быть, для приключений каких-то, тоже хороший месяц для этого. Карта сила всегда указывает на присутствие в вашей жизни того человека, которому вы явно неровно дышите и присутствие которого где-то рядышком или знаки внимания которого заставляют ваше сердце немножко бешеней биться. Ну, сила очень классный знак. Что касается карьеры и финансов, здесь выпала карта суд. Вы знаете, с одной стороны судный день, да, то есть вас скорее всего заставят отвечать за какие-то ваши поступки в прошлом. Ну, соответственно, если вы грешили где-то, да, в своей карьере, в своей трудовой деятельности, где-то ломали дрова, то в этом месяце с вас могут спросить и сказать ай-яй-яй, а-та-та, нехороший мальчик, нехорошая девочка, неправильно себя вела, будем наказывать, будем штрафовать, будем призывать к ответственности в конце концов. Ну, а если вы вели себя хорошо и делали всё правильно в своей работе, эта карта может дать и вознаграждение. То есть ваши прошлые заслуги, они получат вознаграждение. Ну, а вознаграждение зависит от того, кто что заслужил, как говорится. Карта суд также может указывать и на то, что если вы недавно там уволились, да, или, допустим, это было уже давно, с прошлой работы вам могут позвонить, пригласить, извиниться, сказать, ой, мы с вами как-то, наверное, несправедливо поступили, давайте пересмотрим наши отношения, может, вы к нам вернётесь, мы так вас нуждаемся и так далее. То есть карта суд это такая карта, которая может действительно возрождение того, что было ранее. Как бы там ни было, избегайте таких вот моментов, когда ваше начальство или, допустим, ваши сотрудники, какие-то ваши коллеги по работе захотят вами немножечко, знаете, вот поманипулировать, потому как эта карта действительно очень часто связана с тем, что вот кто-то хочет, чтобы вы плясали под его дудку. Ну, а если у вас есть возможность, да, вот как-то заставить кого-то плясать под вашу дудку, ну что ж, близнецы, у вас есть все шансы добиться желаемого. Что касается денег, карта суд тоже, в принципе, карта неплохая, кармическая. Чего заслужили, то и получите. Как говорят, по вере вашей воздастся вам. Но здесь именно в контексте того, если вы верите в свой успех финансовый, в свое благополучие какое-то, в то, что вы заслуживаете награды определенные, то вы, естественно, как-то что-то делаете для этого. И, естественно, мироздание вас награждает. Но если вы не верите, что вы заслуживаете чего-то лучшего в своей жизни, то и получаете, соответственно. Это закон. Закон жизни, да, закон мироздания, закон кармы, как хотите, так и называйте, но это работает. Следующая карта здоровье. В здоровье выпала десятка кубков. Ну, все замечательно, все великолепно. Это очень хорошая, позитивная карта. Особенно ваше здоровье в этом месяце может поддержать ваша семья. Чаще бывайте у домашнего очага в тепле, в уюте, в комфорте, когда рядом близкие ваши, дорогие вашему сердцу люди, которые вас любят, которые вас оберегают, которые о вас заботятся. И это залог вашего здоровья в этом месяце. В целом, как вы видите, близнецам в этом месяце везет, можно так сказать. за исключением карты суд, потому что здесь, вот, знаете, палка о двух концах, да, вот, каким концом палка повернется, зависит от ваших прошлых заслуг. Теперь давайте смотреть следующий знак зодиака. Это, если мне не изменяет память раки. Вот, каким будет ноябрь месяц для представителей этого знака зодиака, мы сейчас с вами и посмотрим. Ой. Так, личная жизнь для раков представлена картой тройка кубков. Карьера, деньги, девятка кубков. Какое-то замечательное такое начало, а вот здоровье немножко может подкачать в этом месяце. Начнем со здоровья. дело в том, что дама мечей здесь выпала, а дама мечей это карта несколько все-таки опасная, ее стоило бы опасаться и обходить десятой дорогой, потому что эта карта очень часто указывает на возможность обращения к врачу, особенно к врачу, который пользуется какими-то металлическими инструментами. Ну, как минимум это стоматолог, а как максимум хирург, поэтому сами понимаете, дама мечей дама опасная, поэтому берегите свое здоровье при малейших каких-то неприятностях, бегите к врачу, пускай это будет, знаете, такая вот ложная тревога, нежели упущенная возможность поправить свое здоровье вовремя. Вполне вероятно, что в этом месяце вы будете прибегать к каким-то медицинским процедурам, например, делать прививки, уколы всевозможные. Это очень-очень вероятно. Но не будем о грустном, да, будем о хорошем, потому что хорошего в этом месяце у раков будет предостаточно, особенно в финансовой сфере и карьере, да и личная жизнь не должна вас подвести, уж поверьте мне. Финансовая сфера и карьера. Здесь девятка кубков, карта исполнения желаний. Это вообще замечательная карта в плане карьеры. Сколько я наблюдаю, я раньше, честно говоря, не любила девятку кубков, мне она казалась очень такой ленивой, пассивной, инертной картой. Как-то я даже расстраивалась, когда ее видела в раскладах. Но вот в раскладах, сделанных на карьеру, на бизнес, на финансы, эта карта проявила себя неожиданным образом, как действительно занятие какой-то очень важной позиции, очень важной должности. Вообще-то это очень мягкое кресло, очень мягкое кресло, очень доходное место, где вам практически не нужно напрягаться особо, но вам все приносят на блюдечке с золотой каемочкой. На все ваши желания денег будет хватать, а ваш статус социальный позволит вам, ну, в общем-то, получать от жизни удовольствие и кайф. Поэтому девятка кубков именно в позиции карьеры и финансов, ну, пожалуй, это одна из лучших карт в колоде тару. Отличная жизнь, тройка кубков. Очень эмоциональная карта, очень такая веселая, заводная, праздники, веселье, легкомыслие какой-то, задор. Очень классная карта, но для тех людей, которые еще не состоят в браке, в серьезных отношениях, которые только-только ищут себе пару и перебирают разные варианты. Вариантов здесь будет просто масса, прям как рулетка, знаете, первый, так, что-то не то, второй, так, следующий, поехали дальше, нет, не катит. А вот этот неплохой, неплохой, надо с ним что-то как-то, да, замутить. Вот это тройка кубков. Ну, то же самое и о мужчинах, можно сказать, да, которые перебирают девчатами, как перчатками. Это не такая, это тоже не такая, балованный парень такой, да, вот перебирает, перебирает девушками. Поэтому тройка кубков говорит о конкуренции, особенно женской конкуренции, когда нужно выделяться среди других женщин какими-то вот очень женскими качествами. Ну, там, туфельки получше, причесочка покрасивше, макияжик поэлегантней, платьишком помоднее, парфюм, украшенец, сумочка, всё в тон, в общем, вперёд из песней. И это ещё что, вы бы знали, какие пироги я пеку, да, вот тройка кубков, она вот такая, когда всё как-то очень легко пока что, много вариантов, но есть конкуренция и эта конкуренция приятная, когда, вот знаете, конкурирует не с помощью каких-то там интриг, сплетен и тому подобных вещей, а конкурирует за счёт того, что вот а я чем-то всё-таки лучше, а вот я чем-то всё-таки красивше, ну вот всё-таки а вот пирожки я пеку лучше, чем она, вот и всё, да, вот тройка кубков, она такая. Для людей же, которые уже состоят в отношениях, тройка кубков это символ примирения, то есть если вы раньше поссорились со своей второй половиной, да, нагрубили, наговорили гадостей, ну, вариант хороший для того, чтобы идти на мировую, прийти и сказать, ну, прости, была неправа, да, или был неправ, погорячился, давай дружи дальше, вот, это хорошая карта для примирения, и она даёт такой вот новый подъём в отношениях, новый всплеск эмоций, когда можно действительно что-то отпраздновать, вместе повеселиться, и не впадать, вот знаете, в серьёзные отношения, больше флирта, больше позитивных эмоций, и личная жизнь закружит вас в таком вальсе, в бастоне, да, что вы просто будете балдеть, кайфовать, и жизнь покажется вам реально малиной, вот, главное, берегите здоровье, чтобы это здоровье вам не испортило всю эту красивую картину, так, идём дальше, а дальше у нас с вами львы, мой любимый знак зодиака, если честно, львы, каким же будет месяц ноябрь для львов в 2014 году, в личной жизни львам досталась двойка жезлов, в карьере и деньгах императрица, а в здоровье тройка мечей, ну вот, мне как-то говорили, что очень много негатива, Евгения, вы говорите в гороскопе Таро, я, честно говоря, не согласна с этим утверждением, потому что я всегда даю какие-то рекомендации, как этого негатива избежать, если кому-то хочется слышать только розовые сопли и думать, что жизнь это рай, в который вы попали для того, чтобы наслаждаться и получать от жизни только удовольствие, никаких там пинков, волшебных пенделей, уроков, опыта, то я вас, наверное, вынуждена разочаровать, у вас нереалистичный взгляд на жизнь, поэтому я, кроме хороших предзнаменований, говорю, что есть вот и слабые места, да, которые нужно либо обойти, либо как-то вот вовремя соломочки подстелить, чтобы, если упадешь, так хоть не так больно было падать, вот, раз уж о негативе заговорили, то я начну с карты здоровья у львов в ноябре месяце, потому что здесь карта неблагоприятная выпала, это тройка мечей, тройка мечей, это разбитое сердце, поэтому львам я рекомендую беречь свое сердце в этом месяце, то есть сердечно-сосудистую систему в прямом смысле этого слова, не только в переносном смысле, то есть меньше переживать, меньше стрессов каких-то, меньше вот этих всех переживаний по поводу несчастной любви или еще чего-нибудь эдакого, вот, ну и реальное сердце нужно беречь в этом месяце. Если посмотреть на картинку, которая здесь изображена у меня на карте, то здесь нарисован раненый рыцарь, который уже практически готов отдать душу Богу, над которым спустился ангел и вливает в его уста, в уста этого рыцаря живую воду, это значит, что как бы вам не разбивали сердце, держите его все равно открытым, всегда придет ангел утешение, и вы найдете утешение так или иначе, но не нужно себя корить, упрекать, винить, заниматься самоедством, берегите свое сердце, продолжайте держать его открытым. вот такой совет по тройке мечей, не расстраивайтесь, все не так плохо, как вам может показаться на первый взгляд. Тройка мечей, конечно, на уровне здоровья может говорить и о возможной хирургической вмешательстве, то есть здесь буквально плоть страдает, поэтому вот этот месяц львам все-таки рекомендую действительно беречь себя, беречь свое здоровье и ну лишний раз пожалуйста не терзайте свое сердце, просто не терзайте. Окей, давайте про личную жизнь поговорим, здесь двойка жезлов выпала, очень интересная карта, очень неоднозначная и как показывает опыт, многие торологи трактуют ее как хотят, одни говорят, что это высокое положение в обществе, высокий социальный статус или вот властелин мира и тому подобные вещи, как показывает моя практика и мои наблюдения многолетние, двойка жезлов редко указывает на подобные вещи, двойка жезлов чаще говорит о каких-то рамках и ограничениях, о каких-то обстоятельствах жизни, которые реально не дают вам реализовать то, чего вы хотите. А вообще я эту карту знаете, как называю? Есть такая песенка у Евы Польной, называется она «Весь мир на ладони моей, я ни о чем не прошу». Может, она называется как-то по-другому, но там есть такая фраза. Так вот, это точно про двойку жезлов. Вот посмотрите, «Весь мир на ладони моей», да? «Но я ни о чем не прошу». Или, знаете, есть еще песня такая «И мира мне мало, и всего мира мне мало», но она на английском языке, по-моему, из Агента 007 песня «World is not enough». Вот то же самое, да, про двойку жезлов. Вот что-то да не то, вот что-то да не так. Вроде бы есть возможности, вроде бы и хотела бы душа и развернуться, да, вот как-то и свернуться, но вот что-то не пускает, что-то не дает, какие-то, может быть, внутренние рамки, внутренние ограничения, внутренние комплексы. Ну вот, как-то с личной жизнью могут быть какие-то здесь такие моменты, когда что-то не получается, что-то идет не так. Вот вы свидание назначите, да, оно сорвется, вы позвоните, напишите, а ваш партнер вас неправильно поймет. Ну, просто истолкует ваши слова, не так, как вы не в том смысле, в который, не в том смысле, который вы в эти слова вкладывали. То есть, какие-то вот ограничения, барьеры. И вы между этими двумя барьерами, от одной стеночки к другой, от одной стеночки к другой, и как будто выхода из этого нет. Вот так работает двойка жезлов. Забавная карта, да, но не так страшна, как может показаться по моему описанию. На самом деле, вот действительно, либо все по накатанным рельсам у львов в личной жизни будет идти в ноябре. Это хорошо, когда у вас уже отношения сложились, да, вот все будет без перемен. Вот как едете по рельсам, как трамвай, да, вот по накатанному маршруту, вот так оно и будет. Если у вас нет отношений, вы вот только ищите себе пары, ну, как вам сказать, хорошо, если это будет какой-нибудь иностранец, вот там может что-то сложиться, потому что двойка жезлов так или иначе имеет отношение к иностранным гражданам. Довольно неплохой вариант куда-нибудь вместе поехать, попутешествовать, да, вот двойка жезлов может дать какую-то заграничную поездку совместную. Иногда вот встреча для интимной связи с иностранцем особенно, двойка жезлов поддерживает такие связи. Тут ничего не могу сказать, да, вот в консультациях это подтверждалось. Ну, вот такая карта, знаете, интересная, интересная, ее очень многими способами можно трактовать, и я попыталась вам объяснить некоторые аспекты, да, и я очень надеюсь, что вы меня правильно поняли, и я вас не запутала. В общем, подводя итоги, могу так сказать, что если у вас есть личные отношения, то скорее всего будет все без перемен. Если вы хотите что-то внести в эти отношения, то поезжайте вместе в заграничную поездку, ну, просто попутешествуйте. Если у вас нет отношений, ну, вряд ли получится в этом месяце найти именно то, что вы ищете, за исключением тех случаев, когда вы можете встретиться где-нибудь на нейтральной территории или за границей с каким-нибудь иностранцем или иностранкой. И то только для какой-то, может быть, интимной встречи, но не более того. Вот такой итог по этой карте я могу дать. Самая классная карта в этом месяце у львов, знаете где, в позиции карьеры и денег, здесь выпала императрица. Что такое императрица? Это Венера в чистом виде. Что такое Венера? Это благосостояние, это рок изобилия, это красота, это роскошь, это богатство. Причём, знаете, богатство на таком хорошем уровне, когда можно потратить деньги на красивые, дорогие вещи. Ну, в общем, карта очень благоприятная. Поэтому львам я бы порекомендовала, знаете, все свои силы, всю свою энергию всё-таки направить именно в эту сферу жизни в ноябре. Вот просто уйти в карьеру сейчас, да, вот подзаработать денег, здесь очень хорошую прибыль можно снять, такие сливки. Ах! В общем, благоприятствует эта карта таким вот вещам. Особенно эта карта покровительствует людям, ну, которые так или иначе заняты в предпринимательской деятельности, в коммерции. Это, конечно, не Меркурий, но всё равно Венера даёт очень неплохую прибыль. Особенно, если ваша работа так или иначе связана с какой-то индустрией красоты, с красивыми вещами. Это может быть даже и антиквариат, но если это антиквариат красивый, да, вот такой дорогой, роскошный, шикарный, там, с позолотой какой-нибудь. В общем, блеск. Также эта карта может дать поддержку со стороны начальницы, хозяйки, если у вас таковая имеется. Если вы женщина, то вы можете занять позицию императрицы, то есть стать хозяйкой, начальницей, но не той начальницей, которая там кулаком бьёт и заставляет всех пахать, а той начальницей, которая, ну, сама зарабатывает и другим позволяет это делать, сама богатеет и другим даёт, ну, в общем, как мать родная, знаете, вот такая вот женщина, которая действительно несёт благополучие и в свою семью, и в другие семьи. Самая замечательная карта, на мой взгляд, это императрица в позиции карьеры и денег, но здесь больше даже не карьера, больше даже вот деньги, да, вот здесь очень много денег может быть, поэтому воспользуйтесь этим месяцем в этой сфере жизни по максимуму, вот такой мой маленький советик. Поехали дальше. А дальше у нас с вами дева. Так, девы везунчики в этом году, как я погляжу, дай бог не сглазить, и уже несколько месяцев подряд, насколько я помню, девам достается самый лучший прогноз. В чем их секрет, интересно? Так, девы, что ждет дев в личной жизни в ноябре? О, рыцарь жезлов. А карьера? Денежки. Здесь туз жезлов выпал. Ну, а здоровье туз мечей. Так, ну, я надеюсь, не сглазила, хотя прогноз уже не такой великолепный, как был ранее. Тем не менее, неплохой. Ну, может быть, разве что, за исключением туза мечей, который выпал в позиции здоровья. Что же эта карта может здесь означать? Давайте разбираться. Туз мечей, это, как правило, некий вызов человеку. Проверка его на слабо. Туз мечей, это колющие, режущие предметы. Поэтому, так или иначе, этот месяц может быть связан с какими-то медицинскими процедурами, такими, как, ну, прививки, уколы, стоматологические всевозможные процедуры, да, ну, и вплоть до операции, может дело дойти. Я бы порекомендовала в этом месяце девам избегать вот по максимуму стрессов, конфликтов, острых выяснений отношений, агрессии, потому как именно этот тип поведения может привести к последствиям потузу мечей. Также, по моим наблюдениям, масть мечей очень часто указывает на холодную погоду, которая, ну, мягко говоря, нелесным образом обращается с нашим телом. Туз мечей действительно очень часто указывает на переохлаждение. Следующая карта, которую мы посмотрим, это карьера и деньги. Здесь туз жезлов. Ну, вообще, туз жезлов такая, знаете, карта запальна, если говорить на украинском, а если говорить на русском, зажигательная. Зажигательная в прямом смысле этого слова, то есть нужно жечь. Жечь по полной программе в том смысле, что нужно действовать, активничать, нужно проявлять свой темперамент яркий, нужно чего-то добиваться, нужно так вот продвигать себя капитально, не стесняться, не стоять где-нибудь в стороночке скромно платочек те ребята, а вот идти, добиваться, пробивать себе путь вперед, тем более, что туз жезлов это действительно карта очень пробивная, представьте себе таран, он в виде бревна такого изображен обычно, туз жезлов это таран пробивной, это факел, зажигает человек, вот нужно сжечь себя, вот такой темперамент давать, давать джазу, как говорят у нас, туз жезлов это еще и спичка, эта карта указывает на то, что нужно пользоваться моментом ковать железо пока горячо, потому что вот сейчас вы горите какой-то идеей, действуйте, воплощайте ее, это даст результаты, если вы затянете время, все, у вас потом уже упадет все на полшестого, как говорят, да, и уже эта идея не будет вас так возбуждать, ну и соответственно результатов вы никаких хороших из этого не выжмете, поэтому действуйте пока есть желание, пока есть страсть, пока есть энергия, пока есть вот этот задор, что касается денег, то же самое, зарабатывайте, активничайте в этом плане, но туз жезлов, как показывает практика, иногда работает и как бита, то есть иногда деньги нужно буквально выбивать, за деньги в этом месяце придется как-то побороться и показать, что вы их заслужили, вы достойны, это ваши деньги, туз жезлов, такая интересная карта, что касается личной жизни, здесь выпал рыцарь жезлов, тоже очень горячий, такая темпераментная карта и по моим наблюдениям она указывает вот для людей, которые уже состоят в отношениях на то, что нужно зажигать, нужно проявлять какую-то романтику и идти на какие-то авантюры и приключения, вот здесь тоже очень хороший вариант отправиться куда-то вместе в путешествие, особенно заграничное, в какую-то дальнюю дорогу с приключениями, где вас ждет масса каких-то новых впечатлений и сюрпризов, вот это именно то, что будет вас поддерживать в вашей страсти друг к другу, если у вас еще нет отношений, вы только-только там пристреливаетесь, присматриваетесь, кого-то может быть выискиваете, ну, что я вам могу сказать, если вы мужчина дева, то это ваш месяц, да, то есть вы можете быть в глазах девушек очень таким привлекательным мэном, который знает о своей привлекательности и пользуется этим, вот, да, вот как-то так, рыцарь, жезлов, он такой, но, конечно же, эта карта будет вас толкать на поиск приключений на пятую точку, ну, что поделаешь, да, вот такой месяц, да, вот как-то он вас будет к этому провоцировать, вот, а если вы девушкой и ищете себе молодого человека, то я вас поздравляю, вы себе его найдете, причем такого темпераментного, зажигательного, молодого, озорного, спортивного авантюриста, ну, с которым вы никогда не соскучитесь, только знайте, вы не единственная, кому он нравится, от него штабелями валяются все, поэтому сделать такого рыцаря своим вассалом, это непростая задача, но очень интересная, уж поверьте мне, так что вот такой прогноз у меня для дев, давайте двигаться дальше, тем более, что дальше нас ждут уже, уже заждались весы, а для весов у нас на ноябрь месяц в 2014 году получается вот такой прогноз, что в личной жизни ждет весов, так это десятка пентаклей, в карьере и деньгах старший аркан дьявол, а здоровье карта повешенного, так, ну смотрите, два старших аркана, которые выпали в позиции работы, карьеры, денег и здоровья, вот это те сферы, куда вам максимум внимания нужно направить своего, особенно в сферу денег и карьеры, почему, потому что здесь выпала карта дьявол, эта карта обычно дает либо некое искушение, и вот тут попробуйте, попытайтесь удержаться от греха, как говорят, от греха подальше, а что за грехи, ну алчность, например, жадность какая-нибудь, зависимость, стремление к власти излишней, вот когда хочется заставить всех делать так, как вы сказали, поработить всех, стать властелином мира, ну, сами понимаете, да, карта очень и очень искушающая на вот такие самомнения о себе, ну, это если вы попадете в сети дьявола именно как искушаемый человек, если вы уже обладаете какой-то властью, деньгами, ой, ой, тяжелое испытание вас ожидает, если вы не обладаете этим всем, а сами находитесь в зависимой позиции, ну, елки-палки, это плен, ну вот плен в том плане, что вы, ну, не властны над ситуацией, вам приходится мириться с тем, что есть, и выхода из этого вы не видите, то есть, либо у вас начальник какой-нибудь такой, да, кровопийца, который вам проходу не дает, а вы не можете уйти сейчас с этой работы, то есть, вы не можете тупо развернуться, плюнуть, и послать его куда подальше, такого начальника, почему, потому что вам ребенка нужно кормить, да, чем-то, потому что там у вас жена, допустим, дома сидит и не работает, или там стареньким родителям надо как-то помогать, ну, мало ли, может, вы в кредитах тоже нужно выплачивать, поэтому куда ж уж деваться, надо терпеть этого кровопийцу, начальника, либо дьявол может показывать вот такие ситуации, когда вы действительно, вас не устраивает ситуация никак, ни при каких обстоятельствах, но уйти из нее вы не можете, вы как на цепи сидите на этой работе, то есть, тут две крайности, да, либо вы обладаете властью и обладаете деньгами, и вас эта карта будет искушать, ну, где-то превысить свои полномочия, да, там, где-то испытать, поддаться на провокацию алчности, страшная штука на самом деле, я когда-то проходила в своей жизни через алчность, это ужасно, такие люди идут в шаги нелицеприятные, о которых потом так долго жалеют, так долго себе локти кусают, что, боже мой, поэтому вот, если будет какая-то возможность обойти вот этого товарища стороной, вот, воспользуйтесь этой возможностью, что касается здоровья, здесь выпала карта повешенной, так, у нас уже у кого-то выпадала, эта карта, по-моему, у тельцов в этом месяце, поэтому, чуть подробнее можете у них подслушать, а для вас скажу так, что повешенный, это карта, которая говорит вам, ну, не парьтесь вы, пожалуйста, да, не вдавайтесь вы, во все тяжкие, не убивайтесь фанатично по поводу и без повода, позвольте себе где-то отморозиться, где-то, может быть, даже постоять в сторонке платочек в руках теребя, да, вот, может быть, полениться, занять такую позицию листика осеннего на веточке, то есть, я не я, хата не моя, ничего не знаю, ничего не слышу, просто себе вешу, тогда эта карта, в принципе, не повредит вашему здоровью, то есть, если вы себе позволите вот так где-то проволынить, да, мягко говоря, то все будет путем, если вы где-то начнете напрягаться излишне, изображать из себя героя, вам придется понести какие-то жертвы в плане здоровья, то есть, вам придется понести какие-то лишения, а лишения, как правило, идут по энергетике, впадете в апатию, в пониженный тонус такой, да, вот выжатый лимон, ничего не хочу, ничего не зажигает, вот как-то так, поэтому, ну, позвольте себе просто полениться, и как я говорила тельцам, просто попиздельничать, это здорово, это классно, это полезно, так, самая классная карта у вас выпала вообще-то в личной жизни, вот мне кажется, вот это ваш шанс вот как-то отвлечься от вот этих двух товарищей, не очень приятных, особенно вот в такой компании, вот десятка пентаклей, это карта очень удачная, очень благополучная, как для тех людей, которые уже состоят в каких-то семейных, брачных отношениях, или в серьёзных отношениях, да, давно там встречаются, вот, так и для людей, которые только-только вот кого-то ищут, ходят на свидания, встречаются, знакомятся, в общем, и тех, и тех ожидает успех, при любых обстоятельствах, однозначно и бесповоротно, потому что десятка пентаклей, это одна из самых таких вот семейных карт благополучных, когда в семье всё хорошо, семья поддерживает, причём семья не только вот муж, жена, это дети, это родители, бабушки, дедушки, род в целом, всё очень хорошие отношения, очень крепкие отношения, очень тесные связи, причём не только вот с любимым человеком, да, как я уже сказала, а со всей семьёй, со всей роднёй, и все эти люди рядом, все они поддерживают, в общем, обложите себя со всех сторон вот этими всеми прекрасными, замечательными людьми, ну, обложите я, конечно, может быть, неправильно выразилась, но сделайте так, чтобы они вас действительно окружали, поддерживали и о вас заботились, вам это пойдёт на пользу, уж поверьте мне, если вы ищете только партнёра для отношений, ходите на свидания, встречайтесь, но, но, где-нибудь в людных местах, может быть, кафе, ресторан, кино, центр города, вот это, что нужно, там, где есть движняк, там, где есть люди, там, где горят огни, там, где шумно, много машин, вот туда, назначайте свидание, ходите, встречайтесь, знакомьтесь, вы вполне можете в этом месяце встретить того человека, с которым можно будет очень тесные, серьёзные, длительные, долгосрочные отношения выстроить, а может быть, даже и семью построить в будущем, так что, вот сюда направляйте свою энергию, а вот это нужно просто, ну, переждать, да, вот как-то, просто, пускай оно пройдёт вместе с этим месяцем, хорошо? Окей, тогда движемся дальше, а дальше у нас, кто дальше у нас? Дальше после весов у нас идут, скорпионы, что ли? Ну да, скорпионы. Так, давайте смотреть, каким будет ноябрь для скорпионов в личной жизни, в карьере и деньгах, ну и в здоровье, двойка жезлов. Так, ну смотрите, первая карта у нас нет ключа, то есть у нас нет к этой информации доступа. Дело в том, что в моей колоде Таро Ремикс 2 есть две дополнительные карты. Это светлая тайна, когда у нас нет ключа к информации, ну, высшие силы, мягко говоря, просто закрывают от нас эту информацию, мы её не можем получить. есть тёмная карта, и есть тёмная карта, тёмная тайна, на которой написано «Промолчи». даже если ты знаешь что-то, ну, не надо разбалтывать эту информацию. Так вот, в данном случае мы видим карту светлой тайны, когда у нас нет просто доступа к информации сейчас, на сегодняшний день, на момент выкладки карт, к тому, как будет складываться личная жизнь у скорпионов в этом месяце. но оно может быть и хорошо, потому что, скорее всего, скорпионов ждут какие-то хорошие сюрпризы и решения каких-то важных проблем в отношениях. Причём решения будут в пользу для скорпионов, то есть в плюс, в любом случае. Теперь давайте смотреть, что же у нас тут с карьерой, с деньгами. У нас здесь одна из самых лучших карт, по моим наблюдениям, это девятка кубков. Если скорпион ищет в этом месяце повышения и хочет занять какое-то очень удобное, мягкое кресло с хорошей зарплатой и высоким статусом, то вперёд из песни у вас это очень даже может получиться, потому что девятка кубков говорит об исполнении желания и о занятии очень хорошей должности, на которой при этом ещё и не очень нужно напрягаться. А всё вот как-то, знаете, по мановению волшебной палочки само собой случается. Или вот вы только пожелали, чтобы ваши сотрудники сделали вот это и вот это, а уже приходит секретарь и приносит вам отчёт о том, что вы знаете, вот наши сотрудники проявили инициативу и сделали вот это и вот это. А вы думаете, боже мой, какая красота! Да, я же только об этом подумал или только об этом подумала, а они уже сделали. Какие красавцы, какие молодцы! Ну, прям молодцы не то слово. Вот так работает девятка кубков. Ну и в плане денег, конечно же, эта карта даёт благополучие, удовольствие, некоторую роскошь, да, вот барские замашки и так далее. Когда вот всё настолько хорошо складывается, ну, просто всё великолепно. Очень и очень замечательная карта как в плане финансов, так и в плане карьеры. Никаких нареканий я здесь не вижу и предсказать вам их, к счастью, не могу. Что касается здоровья, здесь выпала двойка жезлов. Двойка жезлов в плане здоровья, ну, честно говоря, я не наблюдала за ней очень серьёзных проблем каких-то, и это уже хорошо. Единственное, что я за ней действительно вот как бы прослеживала, это то, что она каким-то образом относится к сердечно-сосудистой системе. Поэтому, если есть такие, знаете, явления, как вегетососудистая дистония, перепады давления, вот это может проявиться. Но не в серьёзном масштабе, поэтому всё очень терпимо. Главное, не выходить за какие-то рамки дозволенного. Ну, то есть не переусердствовать в чём-то. Ну, например, не переусердствовать в еде. То есть не переедать, да, или в физических нагрузках. Допустим, вы любите заниматься какой-нибудь зарядкой, каким-нибудь фитнесом, ну, тоже, знаете, знаете, мер. В общем, двойка жезлов может говорить вам о том, что всё в пределах нормы. Теперь давайте смотреть следующий знак зодиака. Каким же будет ноябрь в 2014 году для стрельцов? В личной жизни стрельцов ожидает восьмёрка кубков. В работе, в финансах, двойка жезлов. Здоровье. Карта промолчи. Я начну с той карты, которая у нас выпала последней, в теме здоровья. Это как раз тот случай, когда карты мне рекомендуют в этом месяце стрельцам о здоровье ничего не говорить. Даже если я имею доступ к этой информации, я всё равно её не должна озвучивать по каким-то неведомым мне причинам. Так нужно. Вот так мне говорят карты. Поэтому не трогаем тему здоровья. Лучше посмотрим, что выпало стрельцам в теме любви, личных отношений, личной жизни, ну и, разумеется, работы, карьеры и денег. В личной жизни досталась восьмёрка кубков. Восьмёрка кубков карта очень неоднозначная, должна сказать я вам, друзья мои. Почему? Потому что у неё есть старинные значения, которые иногда работают. Есть современные значения, которые работают чаще всего. Из старинных значений восьмёрка кубков означает свадьбу. Ну, там свадьба, веселье, гулянка, свидания какие-то. И в этом случае я могу порадовать стрельцов тем, что ноябрь будет, в общем-то, для них месяцем каких-то романтических таких вот вечеров, свиданий, интересных встреч. Ну, и если вы уже состоите в отношениях и давно, то есть у вас всё серьёзно, то восьмёрка кубков рекомендует вам почаще устраивать друг другу ну, вот такие праздники, приглашать друг друга куда-нибудь в кино, в ресторан, в театр, в концерт. Почему бы нет? Это сделает вашу жизнь совместную, более интересной, привнесёт новые впечатления, ну, и, соответственно, будет как-то возбуждать ваши эмоции. А если вы ещё не состоите в отношениях, а находитесь в поиске своей второй половины, отправляйтесь на свидания. Ходите на всякие там вискотеки, встречи, в гости, там, где есть разного рода застолья, это именно то, что нужно. Там вы можете встретить свою судьбу. Но я уже сказала, что у этой карты есть и современные значения. А вот современные значения не такие радостные, как старинные. В современной трактовке восьмёрка кубков чаще всего означает уход из отношений. Причём так вот, знаете, по-английски. Когда люди не выясняют отношений, но, правда, и не сжигают мостов за собой. Видимо, в надежде на то, что можно будет потом вернуться и сделать вид, как будто они никуда и не уходили. Поэтому, если вы находитесь в отношениях и не хотите потерять своего партнёра или не хотите сами уходить из отношений, сделайте всё возможное для того, чтобы восьмёрка кубков проигралась по старинному значению этой карты. А если вы только ищите отношений, то просто выбирайте достойных людей. Из всего того выбора, который у вас будет, ищите именно достойного человека, чтобы потом просто не захотелось от него дистанцироваться. Окей, я надеюсь, что вы услышали мои советы. Теперь давайте разберёмся с работой, карьерой и деньгами. Здесь двойка жезлов. Двойка жезлов обычно указывает на какие-то объективные обстоятельства жизни, ну, в какой-то степени вас ограничивающие. Это могут быть законы государства, в котором вы живёте. Это могут быть правила, контракты. Это может быть список каких-то ваших обязанностей и прав. Так или иначе, ваша свобода ограничена, а ваши действия каким-то образом регламентированы. Да, кто-то может сказать, что есть и старинное значение двойки жезлов, это властелин мира, это высокий социальный статус. Ну, вполне вероятно, что да, некоторых стрельцов может ожидать повышение. И повышение именно социального статуса. Это может быть не карьерное повышение, а финансовое. Но, честно вам скажу, лично я чаще наблюдаю эту карту как некий шанс, как некую возможность, которой человек почему-то в самый последний момент не решается воспользоваться. Поэтому, стрельцы, друзья мои, ребятушки, если вам в карьере очень важно получить повышение, получить какой-то, может быть, проект, какую-то премию, ну, не пасите задних, точнее, не пасуйте перед соблазном, берите то, что вам дают. Здесь пользуйтесь вот этой очень классной поговоркой. Дают – бери, бьют – беги. То есть не упускайте ту возможность, которая вам представится в этом месяце. Потом можете просто локти кусать. Ах, счастье было так близко! Где была моя голова? Понимаете? Вот будут вам что-то предлагать интересное, соглашайтесь, не пасуйте. А мы двинемся дальше и посмотрим, каким будет ноябрь этого года 2014-го для представителей знака зодиака «Козирог». Козирогов в личной жизни ожидает туз Жезлов. В работе, в финансах карта «Влюбленные». Здоровье – колесница. Прекрасный набор. Козирожкам в этом месяце везет. Итак, в личной жизни туз Жезлов. Принято считать, что эта карта позитивная, особенно вот в личных отношениях она указывает на некий период влечения, страсти, такого запала. Уж не знаю, есть ли в русском языке такое слово, но в украинском точно есть. Там есть такое слово «запальный», ну, «зажигательный». Вот это период, когда вы будете явно зажигать, да, в личной жизни. Ух, ярко! А, ну, смотрите, туз Жезлов – это как спичка, быстро загорается и быстро гаснет. Поэтому, если у вас есть серьёзные отношения, то туз Жезлов может означать такой достаточно яркий период, когда страсть может разгореться с новой силой. если у вас нет отношений, вы только в поиске, зажигайте ярко, да, не упускайте, опять же, такую возможность с кем-то познакомиться, повстречаться, посвиданничать, но не спешите, вот честно вам скажу, не спешите переводить отношения в более близкие. Почему? Потому что туз Жезлов такая карта, которая, да, указывает на то, что основой ваших отношений в этом месяце является физическое влечение, сексуальное влечение. Но что дальше? Когда это влечение пройдёт? С чем вы останетесь? Если вам нужна только страсть и вот такие яркие эмоции и воспоминания, то, конечно же, вперёд из песней. Но если вы хотите чего-то долгосрочного, то не спешите переводить отношения в горизонтальную плоскость. Угу? Окей. Поехали дальше. Дальше у нас старший аркан, который выпал в позиции работы, денег и карьер. И это влюблённые. В этой колоде, которой я пользуюсь, картинка говорит о том, что вы найдёте в этом месяце, в данной сфере жизни, полное взаимопонимание с вашими партнёрами, коллегами, начальниками, клиентами. То есть, если ваш бизнес, ваша работа так или иначе связаны с людьми и с какими-то взаимоотношениями, то это очень удачный месяц для вас. Вы найдёте с этими людьми полное совпадение интересов. Но карта влюблённые может ещё указывать и на некий выбор, который у вас появится в этом месяце. Какие-то альтернативы новые откроются. Разные пути, разные возможности. И судьба вам предоставит шанс выбрать что-то, что вам интересней, где вы более успешны. Или же направить свою деятельность сразу по нескольким вариантам, по нескольким дорогам. Ну, стать таким немножечко, знаете, мультитаскером. Человеком, который занимается одновременно несколькими проектами. При этом карта влюблённые в плане финансовом может означать, что у вас появятся новые источники дохода. То есть, если у вас только зарплата, то появится ещё какой-то источник дохода. Ну, допустим, там, я не знаю, мама денежек подкинет, или папа, или бабушка там что-нибудь вам, или же появится какой-то интересный спонсор. Всё может быть. То есть, откуда-то ещё, помимо основного источника дохода, придут деньги. Вот такая интересная карта влюблённые. Теперь по здоровью. В здоровье карта колесница, прекрасная карта, старший аркан. А колесница это энергия, это сила, это сила духа, стремление побеждать, хорошее здоровье. Этот период будет для козерогов периодом движения, большого порыва и большой энергии, когда вы можете очень хорошо управлять своим телом, своим физическим самочувствием, регулировать все происходящие процессы и направлять вашу личную физическую силу в правильное русло. На достижение успеха в карьере, ну и на хорошую личную жизнь тоже энергии понадобится немало. Всё-таки месяц в этом плане по всем картам очень интересный. Поэтому, друзья мои, козероги, поздравляю вас очень прекрасный прогноз на ноябрь. А мы с вами движемся дальше. А дальше у нас с вами водолей. И вот давайте посмотрим, каким будет ноябрь 2014 для представителей знака водолей. В личной жизни водолеев ожидает карта суд. В работе в финансах король мечей. здоровье луна. Обратите внимание два старших аркана. Это личная жизнь и здоровье. Вот те две темы, которые будут для вас в этом месяце более актуальны и значимы. Личная жизнь. Карта суд. Или как её ещё называют возрождение. Карта достаточно интересная. многие её трактуют в негативном ключе. Говорят, что суд это карма, суд это развод, суд это судебный процесс какой-то, юридические проволочки и так далее, и так далее. Но, друзья мои, это не всегда так. Карта суд в личных отношениях, как показывает мой опыт, чаще говорит о возобновлении старых связей. Вот в этом месяце водолеям могут вдруг внезапно позвонить, написать старые, то есть давние, знакомые, бывшие любовники, любовницы, мужья, возлюбленные и так далее. Ну, так просто напомнить о себе. А вдруг вы свободны, а вдруг с вами можно попробовать еще раз, а вось в этот раз получится. То есть карта суд, она вот такая, она стремится к возобновлению каких-то старых возможностей. Но тут еще есть, знаете, такой момент. Карта суд, если у вас уже есть отношения, может все-таки говорить о том, что если вы немножечко неправильно себя вели раньше в этих отношениях, то придет момент, когда с вас спросят. И это может закончиться не очень хорошо. Ну, и наоборот, если вы себя очень хорошо вели в этих отношениях, вас благодарят, вознаградят за это, да, какую-то вам наградину дадут все-таки. Также карта суд может говорить о том, что либо вы, либо ваш партнер в отношениях стремится к тому, чтобы так немножечко заставить вас плясать под свою дудку. Ну, да ради бога. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот. Если у вас еще нет отношений, то это как раз тот месяц, когда нужно, как некий такой глашатый, везде и всюду трубить о том, что вы ищете вторую половину. Давайте объявления, регистрируйтесь на сайтах знакомств, делайте яркую анкету, говорите об этом всем своим знакомым и это может дать результат. То есть вы можете найти свою половинку через какие-то вот объявления, реклама. А что вы хотели? как вас еще может найти эта вторая половинка? Заявляйте о себе, говорите, я здесь, ты не меня ищешь, смотри, какая я классная или какой я классный. Ну вот, такая карта, вперед. Что касается работы, финансов, карьеры, здесь король мечей. Король мечей брутальный такой типаж, конечно, и если у вас есть начальник мужчина, то это может быть настоящий тиран. Вам такой совет дам от себя лично. Хотите слушайте, хотите нет, но к королю мечей нужен особый подход. Не пробуйте идти против танка, если у вас нет гранаты. Он вас просто раздавит. Понимаете? То есть конфликтовать, спорить, доказывать свою правоту королю мечей бесполезно. Вы наживете себе врага. Если хотите, чтобы этот король мечей, ваш начальник или ваш какой-нибудь коллега, с которым не очень теплые отношения, был вашим другом, по крайней мере, точно не врагом, то находите к нему правильный подход. А этот подход идет через согласие, но не через конфронтацию. И еще король мечей часто означает конкуренцию. То есть у вас может в этом месяце появиться или дайте себе знать ваш конкурент, ваш недоброжелатель. Причем выступить достаточно мощно и уверенно. Поэтому будьте на чеку. Ну и наконец здоровье. В здоровье выпала карта луна. Луна так или иначе относится к органам мочеполовой системы, особенно женской. И поэтому когда я вижу эту карту, то я обычно предупреждаю, что эту сферу нужно беречь, а женщинам возможно в этом месяце предстоит зачатие, беременность, все, что с этим связано. Также луна имеет отношение и к психике. Берегите свою нервную систему. Возможно вы будете наблюдать в этом месяце частые перемены настроения, но оно в принципе и понятно, учитывая то, что осенние месяцы, дождливая погода, холодно, могут быть такие немножечко депрессивные настроения, но от этого очень хорошо помогают теплый чай, кинокомедии и яркие веселые впечатления от жизни. Поэтому, друзья мои, не сильно переживайте по поводу какого-то недоброжелателя. Знаете, есть такая поговорочка, врагов нужно держать ближе, чем друзей. Вот это как раз про короля мечей. Он должен стать вашим соратником, но точно не конкурентом и врагом. А об этом должны позаботиться именно вы. Ну и личная жизнь. Попробуйте, может быть, получится восстановить какие-то старые связи. А вот действительно в этот раз все получится. А мы переходим к следующему знаку зодиака. И, по-моему, это уже последний знак зодиака из 12. Знак зодиака рыбы. Каким же будет этот месяц для рыб. Итак, ноябрь 2014 года рыбам в личной жизни обещает рыцаря мечей. В карьере, деньгах, туз, кубков. Ну, а в здоровье пятерка пентаклей. Так, рыбоньки, рыбоньки, что же я могу вам здесь рассказать? Личная жизнь. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей – карта, которую я называю бандитом с большой дороги. Поэтому, если вы находитесь в длительных, долгосрочных, серьезных отношениях, рыцарь мечей может означать конфликт. Причем, конфликт по какой-то импульсивности с резкими высказываниями, когда вы своему партнеру или ваш партнер вам может действительно сделать больно. Поэтому, может быть, есть смысл где-то попридержать язык, чтобы не ранить своего любимого человека и тем самым не уничтожить свои отношения, так как рыцарь мечей иногда приводит и к разрыву. Также у вас может появиться конкурент. Если вы только ищите отношений, находитесь в поиске своей второй половины, то это не ваш месяц однозначно. Не стоит искать, потому что можете нарваться, мягко говоря, на неблагородного человека. Особенно, если вы девушка, то лучше в этом месяце вообще не знакомиться ни с кем. Перенесите это мероприятие на, может быть, декабрь, если там будет хороший прогноз. А если вы мужчина, то, скорее всего, вы будете стремиться к каким-то победам на любовном фронте, причем можете, грубо говоря, идти по головам, невзирая на лица, и просто себе там, знаете, где-нибудь как летчики на самолете звездочки рисовали по количеству подбитых немцев, да, так и вы можете где-то у себя ставить какие-то зарубочки, так, одну победил, вторую, третью, следующая. Ну, в общем, гнаться за такими трофеями, да, но не думаю, что это может сделать вас счастливым, хотя, не знаю, я не мужчина, мне это трудно понять. Вот, собственно говоря, такой месяц ожидает в личной жизни рыб, а что касается финансовой части и работы, то здесь все прекрасно, тускубков. тускубков это карта очень эмоциональная, вас ждут какие-то новые идеи, новые задумки, которые вызовут у вас целый всплеск эмоций, вдохновят однозначно. Что касается денег, то деньги будут, эта карта полная чаша, эта карта победы. Таким образом, ваша работа будет вас радовать, скорее всего, ну, по крайней мере, вызовет очень много идей, вдохновения, эмоций, а ваш карман в этом месяце может наполниться. Хороший прогноз. А вот относительно здоровья мне вас порадовать, честно говоря, нечем. Почему? Потому что здесь пятерка пентаклей выпала. А эта карта всегда связана с плохим здоровьем, то есть с плохим самочувствием и посещением больниц, поликлиник. это не означает что-то очень глобально серьезное в вашем здоровье, да, которое могло бы вас серьезно подкосить. Нет. Пятерка пентаклей это вот, знаете, там простуда какая-нибудь, там нежить, как кажуть у нас в Украине, да, то есть насморк, температура, ну, такая, не смертельная. Но то, что это будет немножечко осложнять вашу жизнедеятельность, ну, это факт, ну, это может создать вам некоторые проблемы. Также эта карта может вам предсказывать то, что вам нужно бы в этом месяце как-то инвестировать денежку в ваше будущее хорошее здоровье. Ну, что такое инвестировать денежку? Это значит, что нужно вложить некоторые средства в свое оздоровление, ну, например, нанять хорошего врача, да, если есть какие-то проблемы со здоровьем, пройти какое-то обследование, пройти курс оздоровительный, например, походить на массаж или же вложить деньги в курсы по фитнесу, занятию йогой или еще чем-нибудь таким интересным, что будет ваше здоровье делать только крепче. В таком случае вот негативного значения пятерки пентаклей можно будет избежать. Это я вам такой маленький секретик выдаю. А на этом, друзья мои, я, пожалуй, буду заканчивать этот видеосюжет. Я надеюсь, что гороскопы Таро вам нравятся, что они помогают вам жить, о чем вы мне регулярно пишете, и это меня вдохновляет на новые видео. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой видеоканал, чтобы не пропустить новые выпуски. А я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok